Александра Невский собор Екатеринбурга отметил свой престольный праздник. В советские годы этот храм был закрыт одним из последних, а в 90-х возвращен епархии. О главной церкви Новотихвинского женского монастыря сюжет Надежды Калининой. 6 тысяч человек, столько прихожан до революции вмещал собор Александра Невского. Кирпичи для этого храма делали сами монахини, а пожертвования на строительство присылали со всего Урала. Будучи проездом из Аляски в столицу, этот храм посетил святитель Иннокентий, митрополит Московский. Также в монастыре говорят, что здесь молился святой Иоанн Гранштадтский и преподобно-мученица Елизавета Федоровна Романова. После революции здесь был склад оружия, а в конце 40-х здание церкви разделили железобетонными перекрытиями на несколько этажей. Позже здесь разместился краеведческий музей, одним из экспонатов которого стали мощи уральского праведника святого Семена Верхотурского. Но люди продолжали относиться к реликвии как к святыне, а в 90-х заговорили о передаче храма верующим. Было написано более ста ходатайств, различные центральные, местные инстанции. Около 20 раз верующие ездили в столицу и, наконец, объявили голодовку. Только после 30-дневной голодовки всей общины, вот, наконец, удалось получить храм. Тогда был передан только первый этаж, а на втором в музее еще стоял скелет Муамонта – музейный экспонат. В Никольском пределе тогда жили монахини, которые помнят и первый фанерный иконостас, и скрипучий деревянный пол, и простые половички. А перед реставраторами встал вопрос, как убрать железобетонные перекрытия, не повредив стены храма. Мощные очень балки, колонны. Обычным методом ударным нельзя было это выполнять, потому что вибрация от разборки могла передаться на кирпичные стены, которые могли потерять свою прочность. Тогда прямо в храме собрали кран, который держал перекрытие, а специальное устройство отрезало балку сантиметр за сантиметром. Также осторожно на собор устанавливали тяжелый шпиль. Здесь специальный был кран, 300-тонный, то есть тоже эксклюзивный кран, он у нас один на область. Специально был вызван этот кран. Под кран тоже был написан специальный проект. Были разработаны специальные грузоподъемные механизмы, чтобы шпиль поднять, не повредить его, ну и закрепить. Собор, посвященный Александру Невскому, не случайно. Монастырю благоволил император Александр I, и сестры хотели дать не только храму, но и всей обители имя небесного покровителя государя. Но желание первых насельниц исполнилось только в 2013-м, когда патриарх Кирилл благословил дополнить название монастыря, и он стал Александр Невским Новотихинским. Да, Александр Невский воспринимается нами как правитель, как воин, но зачастую духовный его подвиг, который ближе именно монашескому служению, монашескому деланию, как терпение, смирение, преломить свои интересы. Сестры, они почитают и находят решение. Праздник продолжился в Духовно-Просветительском центре монастыря. На сцене дали возможность выступить и детям, которые только начинают свой творческий путь, или уже стали лауреатами многих конкурсов, и взрослым, открывшим в себе таланты благодаря святой обители. На уголчика начинается река, ну а то, что начинается с улыбки.